Александр Владимирович Александр Владимирович Узгарин родился 19 июля 1954 года в Москве в семье Владимира Николаевича и Нины Ивановны Узгарина. Его детство прошло в отдаленных гарнизонах, где его отец занимался созданием советского ракетного щита. Вернувшись в Москву, Александр Владимирович активно участвовал в пионерской комсомольской работе, до конца жизни сохранив связь со своими товарищами по комсомольскому активу. В старших классах он выступил в экономико-математическую школу в экономическом факультете ИГУ, а в 1971 году Александр Владимирович поступил на экономический факультет ИГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Он с первых курсов проявил себя как один из наиболее способных студентов в кафедре политической экономики. Наряду со своим ближайшим товарищем, будущим постоянным соавтором Андреем Ивановичем Алгаром. Быстро втянувшись в работу научного студенческого сообщества, а затем Совета молодых ученых, он совмещал общественную деятельность с увлеченными занятиями наукой под руководством профессора Николая Владимировича Кесина. Именно в те годы были заложены первые исследовательские идеи, которые впоследствии получили широкую известность в ротидемическом мире. После обучения Александр Владимирович сразу связал свою жизнь с наукой и преподаванием. В течение самых разных периодов развития нашей страны он оставался верен своим взглядам, не уходя при этом в дагматизм. Отдельно стоит сказать о непродолжительной политической карьере в составе Центрального комитета КПСС с 90 по 91 год. В это тяжелое время Александр Владимирович отстаивал не самую популярную позицию, направленную как на предотвращение распада страны, так и на решение некопившихся противоречий советской системы. Она, история, пошла другим путем. В течение своей преподавательской карьеры Александр Владимирович воспитал множество учеников, в том числе будущих кандидатов в докторах на год. Разработанные им учебные курсы неизменно привлекали к себе студентов, а учебники и учебные пособия выдержали несколько изданий. Вместе с Андреем Ивановичем Колгановым он стал основоположником и одним из лидеров крупного направления марксизма, постсоветской школы критического марксизма. Исследовательская и преподавательская активность Александра Владимировича вышла далеко за пределы нашей страны. Он часто выступал с секциями, докладами во многих странах мира, от США до Китая. Являлся членом редакционной коллегии как российских, так и заубежных научных изданий. Немало сделал Александр Владимирович и для продвижения научных людей на общественном области. Он играл заметную роль в организации Московского экономического форума, Московского академического экономического форума, Санкт-Петербургского экономического конгресса, Политэкономического конгресса, был избран вице-президентом Вольного экономического общества России. Во многом, благодаря его инициативе, был организован журнал «Вопросы политической экономики», главным редактором которого он являлся. До самых последних дней своей жизни Александр Владимирович, как и всегда, напряженно трудился, оставаясь преданным идее сделать наш мир лучше, схватив вокруг себя множество людей, захваченных его энтузиазмом. Его немалое идейное наследие, без сомнений, найдет в своем дальнейшем развитии в работе многочисленных последовательностей. Сегодня здесь собрались по-настоящему родные люди Александра Владимировича. Многие обязаны ему своей научной карьерой, здесь множество его учеников, и многие из вас хотят сказать теплые слова памяти своему другу, коллеге, учителю. И первым словом предоставляется доктору экономических наук, декану экономического факультета МГУ Александру Александровичу Аузову. Уважаемые коллеги, друзья! Ушел из жизни признанный глава международной известной научной школы критического насилия. Это тяжелый метод не только для школы, не только для его учеников. Это огромные изменения в политике взглядов, которыми отвечает университет, факультет, стадо. Прямо скажем, очень радостно. И дело не в годах. Мы однокодные авестриицы. Дело в том, что он производил все время впечатление не просто здорового, но молодого человека, который переполнен энергией, бедеем. И вот то, как это оборвалось на взлете, это удивительная несправедливость. Мне кажется, потенциал Саши Бузгарина был расчетен еще на уровне. Да, действительно, все десятилетия Александра Владимировича Бузгарина был последовательным. Через исторические перемены он пройдет свою приверженность марсистскому анализу. Определенному пониманию мира, социального развития. При этом, я бы сказал, несомненно, в гуманистическом ключе. Потому что я знаю, сколько значили для Александра Владимировича и Андрея Ивановича философско-экономические рукописи 1843-1844 года. Проблемы отчуждения человека, частичного рабочего. Поэтому красота теории существовала для Бузгарина не сама по себе, а для социального развития, для достижения человечества. Должен сказать, что последние месяцы мы много общались, потому что Александр Владимирович взялся за проект общего национального значения, связанный с изменением преподавания на русском языке. У него было блестящее выступление на российском экономическом конгрессе в Екатеринбурге. Оно было дистанционным, но очень рельефно ярко. Александр Владимирович под портретом Николая Александровича Соколова, нашего общего учительства, чрезвычайно убедительно слагал, что, на его взгляд, надо делать. И хочу сказать, что в конце ноября Федеральное учебно-методическое обеднение по экономике и менеджменту и финансам будет обсуждать эти изменения. Я уверен, что то будет принято. Да, Борисан Владимирович есть надежный друг без соавтора Андрея Ивановича. И много учеников, и еще больше сторонников, почитателей. И их количество может увеличиваться, потому что книги живут. Книги Руслая и Абалданова продолжают существовать. Я очень надеюсь, что ученики Александра Владимировича вместе с Андреем Ивановичем постараются повести дальше корабль в научную школу. Как бы там, я обещаю сделать все для того, чтобы школа теоретического максимума на экономическом факультете продолжала существовать, работать, развиваться, давать методологическим, теоретическим, практическим. Спасибо тебе, Леонид Иванович. Спасибо, что мы наблюдали эту работу и затронули его себе. Спасибо огромное. Слово предоставляется доктору экономических наук, заведующему лабораторией экономического факультета Индуму, ближайшему другу и соратнику Александру Владимировичу, его соавтору Андрею Ивановичу Павкару. Меня с Сашей связывало Думфор в течение более чем 50 лет. Мы познакомились с ним на студенческой скобине с самого начала вашего протяжения. Мы мыслили и мыслили одинаково. Мы часто спорили, но спорили не для того, чтобы каждый остался в своем мире, а для того, чтобы этот спор не был в достижении стих. Я думаю, здесь будет еще очень много сказано о научных педагогических и общественных заслуках Александра Владимировича. Но для меня важнее всего тот, какой это был человек. Это был образец подвижения, который стремится выжать из себя все для того, чтобы делать то, что он считал правильный и правильный. Его жизнь в науке была именно таким подвижением, что он буквально сжигал себя для того, чтобы идеи, получили не только жизнь в экономическом сообществе, но для того, чтобы, если вспомнить о неизвестном кризисе Маркса, не просто объяснять, но и изменять. И, между прочим, невозможно познать людей, не изменять. Невозможно познавать людей, будучи просто наблюдать. Вот этим своим горением, своим подвижением, он привлекал к себе массу. Не только тем, что это вот был такой образец человека, целиком, отдавая себе идею, он не забывал. Все, с кем он приходил на себя из дела, ощущая его тепло, его заботу, он не просто учил своего человека, Он их по-человечески, пестовал, поддерживал и велел по жизни. Можно сказать, что с его выходом ушло половина ребенка снова. Но я бы очень не хотел, чтобы эти слова оказались справедливыми. Поэтому я бы постараюсь сделать все, чтобы эта половина меня самого и этот неповторимый человек – это величайшая личность. Не ушли из нашей жизни, а остались с нами и продолжили свое шествие, свой подвиг военные руки и военные человечества. То, чего он всегда хотел, я думаю, что свет, который он оставил, тропа, которую он положил, не зарастет. Спасибо огромное за эти прекрасные слова. В следующем выступит кандидат в философских наук, исполняющий обязанности декана философского 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 философа. Здорово, господин Александр Александрович, дорогие друзья, для нас уход в Салонинске Гуржалина тоже очень большая утрата, поскольку на нашем факультете Салонинск возглавлял Центр современных марксистских исследований. Это очень серьезная работающая структура. Он сплотил вокруг себя единомышленников, в том числе молодых ученых, которые образовали очень дружную команду. В свое время он пришел к Владимиру Васильевичу Леронову, нашему многолетнему Вутикану, предложил эту идею. Казалось бы, человек работал в экономическом дублоте, в армию политической экономии. Но ему хотелось создавать, ему хотелось создавать что-то новое, причем на стыке наук. И он был не только экономист, он был пилос, он был мыслитель, вот по-русски есть такое слово, то есть человек, который не вкладывается в прогулство, в ложе одной науки, одной дисциплины. И та цапала, что сегодня исполняется три года со дня ухода из жизни Владимира Васильевича Лерона. И мы утром были на кладбище, и прямо с кладбища привезли, можно сказать, прощальный привет Александру Владимировичу Лузгалину. Владимир Васильевич тоже очень рано ушел, он ушел еще раньше, в 67 лет. Но и Лерона Лузгаля по объему того, что ему удалось сделать в своей жизни, конечно, это может быть не одна жизнь. Не одна жизнь. Многие люди не успевают и за более длинную, за более продолжительную жизнь сделать такое количество достойных, прекрасных дел. Для нас это было и международное сотрудничество, и приезд китайских, и не только китайских, и канадских, и британских, и американских ученых. Ну, с Китаем он сотрудничал особенно плотно, особенно тесно. И вот еще совсем недавно, летом, мы принимали высокую делегацию из Пекинского университета, проводили конференцию, это было во время отпуска. Вот, и казалось, что можно будет так общаться с полюгодно долго, поэтому я жалею, что когда Александр Владимирович пригласил меня на обед, я сказал, что у меня другие дела, что некогда. Мы упускаем часто, упускаем возможности пообщаться, поговорить, открыться друг к другу, поделиться чем-то важным, сокровенным. Александр Владимирович действительно был очень богатый человек. Может быть, это слово неуместно, когда мы говорим о марксизме, марксистских исследованиях. Но он богат был не экономически, не финансово, он был богат своей душой, он был богат знанием, он был богат способностью открытого человеческого общения. В русской культуре есть такое слово «жизнестроительство». И вот Александр Владимирович был яркий пример такого жизнестроительства. Это был человек, у которого его убеждения, его научная работа и его личные качества, личное обаяние, честность, готовность очень тактично решить сложные вопросы, все это в удивительном образом совпадало, все это составляло удивительно гармоничный образ его личности. И поэтому память об Александре Владимировичу Пуздальеву будет светлой. А дела его, которые он начал, в том числе и на нашем факультете, и курсы, и магистрская программа, которую он задумал, и проекты научных исследований, все это, я надеюсь, благодаря нам и, прежде всего, его ученикам, будет продолжено. Спите спокойно, дорогой Александр Владимирович. Спасибо вам за то, что вы сделали для Московского университета. Слово предоставляется Академику Российской Академии Наук, вице-президенту Вольного Экономического Общества России, Крэйсу Николаевичу Парфимову. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, Мы с Александром Владимировичем, Люди, в общем-то, практически одного поколения, пришли многие годы параллельно, пересекались сейчас, может быть, в последние годы. Но его личность и то, что он делал, всегда поражали. Человек, который действительно оставался все эти годы, привержен своему, своим взглядом, своей вере, которую он нес всем, и своим ученикам, и своим коллегам. И мы, люди, которые вставляли в тот же экономический цех, его таком экономико-экадемическом измерении, всегда чувствовали вот это удивительное партнерство, удивительное в близости. С моей точки зрения, Александр Владимирович был настоящим патриотом своей страны, причем патриотом не в осны. То, что он делал, это было истинное переживание за то, что происходит в нашей стране, и то, что он делал, он всегда пытался передать молодому поколению, которому верил, что вот именно оно-то и сможет вывести страну на новое убежище. Александр Владимирович, мы исключительно многогранной личностью об этом говорили, и одна из его граней, которая называлась, как тогда, когда перечисляли его посты, он был вице-президентом волевого экономического общества, организация, которая, в общем, представляет собой совершенно уникальную площадку, на которой приходит всем практически экономисты, и педагоги, и ученые, и студенты, и аспираты, и не только экономисты. И там Александр Владимирович себя проявлял как исключительно яркой личностью. Мы в этой площадке, может быть, теснее всего с ним сотрудничали, и я очень благодарен судьбе, что мы с ним были совместно, вели большой Санкт-Петербургский экономический форум, он сейчас известен в последнем московском экономической форуме, где, как всегда, его выступления оставляли самые-самые яркие цветы. Я думаю, этот цвет останется навсегда и в наших сердцах, и в делах факультета. Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо огромное. Следующий выступит академик Российской академии наук, директор Московской школы экономики, Никипелов Александр Дмитриевич. Уважаемые коллеги, конечно, очень трудно поверить в то, что произошло, слишком это не вяжется с образом Александра Владимировича, человека, исключительно активного, деятельного, блестящего организатора, выдающегося ученого, человека, который оставляет очень серьезный след и в истории нашей страны, в той истории, в той ее части, которая началась со временем перестройки. Мне с Александром Владимировичем лично познакомиться удалось уже в начале 2000-х годов. Это, разумеется, я о нем много слышал, в том числе и о его роли в создании марксийской платформы, в цитрах, в колесе. Ну вот за время нашего общения в эти годы он, ну помимо его замечательных работ, замечательных выступлений, замечательных учебников, он остается у меня в памяти как человек, который постоянно уделял колоссальное внимание тому, чтобы вернуть, поставить, возвратить на должное место классическую политическую экономию, в частности марксийскую политическую экономию. Александр Александрович Кузан напоминал о том, что в последнее время он очень активно, не просто включился, он был инициатором этого проекта по внесению изменений в преподавание экономических наук, в подготовку к экономисту. И здесь мы тоже немножко с ним взаимодействовали, и меня привлекало в нем то, что у него не было деструктивного подхода к решению этой задачи. Он отмельно сказал в позициях, знаете, реваншистских, что если раньше так относились к нам, то теперь мы также должны отнестись к нашим оппонентам. Но это очень, в моем понимании, это очень хорошо свидетельствует о его человеческих и научных качествах. Он очень большую деятельность ввел в области пропаганды достижения классической политической экономии, организовывал конгрессы политические экономические, но вот и на философском факультете организовал центры марксийских исследований, Сотрудничал мы с Московской школой экономики, в частности, Межкопутинский курс по марксистской экономической теории он проводил в базе нашей школы. Поэтому я бы хотел выразить глубокие соболезнования, на сегодня, но, естественно, от себя лично, но и от своих коллег по Московской школе экономики, для которых он был настоящим товарищем науки. Спи спокойно, Александр Владимирович, пусть и для этого будет плохо. Спасибо, Петя. Спасибо огромное. К микрофону приглашается член-экспондент Российской Академии наук, руководитель научного направления Центрального экономико-минтематического института, Георгий Борисович Ленин. Спасибо, дорогие коллеги, друзья, близкие, Харьков Владимирович. Нас сегодня собрало здесь несчастье. Мы потеряли удивительно яркого, светлого и эффективного человека, который распространял свою энергию на многие стороны нашей жизни. Но я хочу сказать одновременно, что нас здесь собрало и счастье. Счастье общения с Александром Владимировичем в течение долгих лет. Я не помню, когда я с ним познакомился, но последние десятилетия проходили под лучами его энергии и его света. И это касалось, конечно, ты, во-первых, научных исследований, он опубликовал в журнале и опубликовал статьи в журнале экономической наукции «Люберра России», в которой я управляю вместе с Андреем Ивановичем. Там опубликованы несколько статей, где он в том числе и критически анализировал школу, которую я пытаюсь управлять, школу системной экономики. Я очень хорошо знаю Александра Владимировича как организатора науки. Целый ряд конференций, тут подчислялась небольшая часть из них, но Александр Владимирович участвовал в организации многих других конференций, в том числе конференций, которые происходили традиционно уже много лет, происходят в городе Сочи, где соединяются под одной крышей юристы и экономисты. Александр Владимирович был изумительным преподавателем. Мне случалось быть на его лекции, и я видел, как горели глаза у студентов, которые его слушали. Но самое главное, что обладая этими уникальными талантами, Александр Владимирович был скромным и принципиальным человеком. Если мы сейчас спросим себя и коллег, кто из нас может сказать, что он принципиальный человек? Я не думаю, что таких людей было много. Каждый из нас отступал от принципов. Вот принципы Александра Владимировича, принципы научной концепции, которую он возглавлял, принципы его отношения к людям, к обществу, я бы сказал к человечеству, они заслуживают поклонения и преклонения. Несколько дней назад на экономическом факультете была проведена конференция в честь Александра Александровича Богданова, одного из крупнейших российских ученых, в том числе экономистов. Я хочу сказать, что у меня все время рифмовалось фамилия Богданова и фамилия Бузгалина. Это ярчайшие люди, пассионарии, которые до сих пор, если говорить о Богданове, и на все время, если говорить о Бузгалине, будут освещать нашу жизнь. Ну и самое последнее, о чем бы я хотел сказать, представляя этого многогранного и гармоничного человека, удивительной гармонии. Я хочу сказать, какое впечатление для меня произвело, как Александр Владимирович танцевал. Это небольшая грань, но это показывает его гармоничность, его впечатленность в человеческую жизнь. Александр Владимирович, спасибо большое, что ты был. То, что мы имели возможность встречаться, это было счастье. Спасибо. Спасибо. А сейчас теплые слова памяти скажет председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, Нина Александровна Астальевна. Пожалуйста. Привычное обращение, добрый день, сегодня Нина Александровна Астальевна. Вот исчез тот самый витус, который задавал и нам, политикам, наверное, некий вектор движения. Потому что, казалось бы, оливковавшую политическую экономию, он все-таки сделал живой наук и показывает, что она помогает ориентироваться к современной жизни. Согласитесь, что многие, даже мои товарищи коммунисты, тоже давно уже немножко сам успокоились и решили, что общество в этом принято не будет. Мои коллеги говорят, что стал бы очень никогда не однолюбом в том смысле, что он любил все, любил очень страстно. И жизнь любил, и науку любил, и людей любил. Это он собрал нас в большой общественной организации, как это называется «Образование для всех». И медитые политики, и взрослые сединенные, и молодые политики. Вообще мы в Думе, не смущаясь, говорили его словами. Мы и дальше будем это говорить, но прочее не будет его подать. Поэтому, мне очень хотелось бы, чтобы Александр Владимирович продолжил со своих учебниками. Будьте достоинны высокой имени Александра Владимировича. Спасибо огромное за эти теплые слова. В следующем выступит доктор экономических наук, научный руководитель кафедры, политической экономии и экономического факультета МГУ, Анатолий Александрович Парапост. Пожалуйста. Дорогие люди, соратники, усуньки, последователи Александра Владимировича Парапост. Как сложилась жизнь, что большую часть своей профессорской деятельности он, безусловно, провел на 5 лет политической экономии. И мы вместе с ним проработали все время, когда он был профессором и до сегодняшнего дня. Кроме того, так получилось случайно, что, возможно, на последний, кто говорил с ним по телефону, это было с 7 на 8 октября этого года, когда поздно вечером, уже ближе к полуночи, он позвонил мне и его внутренним сердцем вызывало провести целый ряд новых мероприятий, которые были нужны всем. И поэтому я даже не верю сейчас, что мы провожаем его и прощаемся с ним. Все уже было, что сказано здесь, я мог бы повторить, но мне хотелось бы дощеркнуть одно важное обстоятельство. Александр Владимирович не только был верным своими учениями, но он все время боролся за справедливость. Может быть, это покажется как-то наивно в обществе, которое построено на максимизации дохода и минимизации затрат, говорить о справедливости. Но если вы обратитесь к его словам, выступлениям, книгам, то вы увидите, что все это пронизано в заботе о человеке, в заботе о том, чтобы всем было хорошо. Это кажется невероятным, но он в этом верил. Было нелегко ему быть зажатым в рамках кафедры. Человек, который активно сотрудничал на всех уровнях и во всех масштабах, во всех меридианах и параллелях. Он активно отвлекался на предложения любого буза нашей страны, и международные связи здесь уже перечислялись. Поэтому, конечно, мне, как заведующему кафедрой, приходилось всегда решать те проблемы, которые были связаны с его многочисленными командировками. Но мы никогда этому не препятствовали, а наоборот этому способствовали. Кафедра потеряла своего лучшего профессора. И мы думаем, что его ученики, его последователи, я должен сказать, что он, как член диссертационного совета, помогал всем, независимо от того, в рамках какой парадигмы человек защищал диссертацию. И даже те, которые выражали другие позиции и мнения, получали от него дельные советы, как улучшить и как дальше реализовывать свои достижения. Поэтому, не случайно, его учениками считаются не только те, у кого он официально считался научным руководителем, но, на мой взгляд, все те, кто прямо или костно с ним общались, лично или через его работы. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. Спасибо огромное. Следующий выступит доктор экономических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой политической экономии и экономического факультета МДУ Александр Андреевич Емальцев. Пожалуйста. Спасибо. 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 Александр Владимирович. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. Слово предоставляется доктору экономических наук ректору Московского финансово-юридического университета Забилину Алексею Григорьевичу. Спасибо. 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 Василий, товарищи. Всего человечества. Это огромное утро. Для нашего Московского финансово-юридического университета Александр Владимирович был научным руководителем. 25 лет он пройдет к нашим индустриям, а я исполнял все, что он мне поручал, делал. Он создал нашу индустрию, индустрию, социоэкономику, сотни учеников, аспирантов. Он создал индустрию государственного планирования, вроде бы государственного планирования. У нас смиренность фактически страна развивалась только благодаря Госплану, когда мы не видим цели, где издан в данном пути, и все это и теоретически, и фактически, и в основном Божьей с аналогией. Для всех нас огромный план, его любовь к людям, его любовь к работе, его любовь к созиданию. Это потрясающий человек, который всеми нам, например, 25 лет, 25 лет на работе по руководству. Узгарин Александр Владимирович двигались вперед практически. И с практическим выполнением его идей, и конференций, и созданием камер, и ученый совет. Все это был Узгарин Александр Владимирович. У нас сегодня, я хотел сказать словам юноши, обдумывающему житье, решающим взглядом жизненского, скажу мне за мной, делаем товарища Узгарина Александра Владимировича, настоящего, искреннего патриотовского эроги, потом не только говорим, но и делаем. Он знал, звал вас к возрождению нашей Великой Родины. Он любил эту нашу Родину. Александр Владимирович, я думаю, что и ваши ученики, и все мы будем верны вашим заветам. Мы будем вместе продолжать ваше прекрасное дело. Родина Владимирович, я думаю, что и ваше ученики пронесут ваше учение с Возвика. Спасибо, товарищи. Спасибо огромное за эти теплые слова. К микрофону приглашается доктор экономических наук, заместитель департамента экономической теории и финансового университета при правительстве Российской Федерации, Сергей Александрович Полкачев. Пожалуйста. Дорогие коллеги, друзья, наверное, у каждого из нас был, трудно представить, что это не можно произнести, но был свой взгляд. Для нашего поколения, которое еще в 80-х годах, работа Худсбергена с авторством Александра Ивановича, конечно, представляла собой наиболее творческую часть теории экономического и социализма, которые тогда занимались очень многим. Я помню, как мои выпускники искренне увлекались этими работами, читали их, несмотря на свою дальнейшую очень разную судьбу. И вот творческое горение продолжалось фактически срежительно. Возможно, оно стало еще ярче в последние годы. Количество проектов, которые он создавал, оно просто поражает воображением. Человек потрясающих энергий, потрясающего расштаба личности, потрясающих талантов, потрясающих душевных качеств. Андрей Александрович рассказал, что действительно он жил по противоположным принципам, не прекануруется, а наоборот. Максимизация отдачи от себя и минимизация доходов от себя. Он так и говорил, учитесь жить не себя, а от себя. Многочисленные его ученики, последователи, которые продолжают его дело, это все его проекты, которые будут продолжаться, это яркая доказательство того, что он прожил в бестящую, к сожалению, в Бракородском, но очень яркую жизнь. Прощайте, дорогой Александр Владимирович. Спасибо огромное. Слово предоставляется доктору экономических наук заведующему кафедрой экономики и природопользования МГУ Сергею Николаевичу Угореву. Пожалуйста. Дорогие друзья, после освободивающего знакомого еще по одному как те, кто начали работать, организмом были молодыми учеными. Он возглавлял, кстати, совет по обучению к инфериму. В прошлом прощении нашего факультета он очень много сделал, для этого я работал в Большом Совете, было очень много конференций, совместного общения. И вот для меня Александр Владимирович остался таким, каким я помню, почти 50 лет назад, светлым, жизнерадостным, оптимистичным. И вот он очень рано сформировался как ученый. То есть всегда был выступление о книгах, статьях. Была всегда столбая система взгляда, абсолютно чертая лоблика. Он был блестящим полемистом. Вот, есть, возникала полемика, критика его взгляда. Мне кажется, он совершенно блестящий. Он могла парировать и доказывать свою правоту, показывать свои взгляда. В последние годы Александр Владимирович, мне кажется, с очень большой болью воспринимал те тенденции экономической науки, распространения на аккотемности. Зачастую, так как формализация инструментария, зачастую ненужная. Мы всегда почерпываем необходимость искать смыслы, ценности, изменять экономическое образование как раз в этих направлениях. И это, мне кажется, очень важный совет на всех нас в экономической науке. Светлая память от нас ушел, и встречает человека. Спасибо огромное. В следующем выступит доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии МГУ Кальсен Азаредович Кубин. Пожалуйста. Важаемые коллеги, дорогие россиян, в такой день принято говорить виртуальные слова, о них мы тоже не забудем, но хочется сказать о том, что надо привозить душево за эти дни, практически нас на всех шлях. Сказано здесь уже было о том, в какой определенности решился давний спор о том, существуют незаменимые люди или нет. По подзреваемому пространстве нет человека, который как-то заменил Александр Владимирович. И, зная многогранную его личность, и много уже было сказано, повторяться не хочется, но хотелось бы два момента его личности ответить особо. Во-первых, он был теоретиком, он всю свою жизнь посвятил тьмой, экономической прежностью, но он порпитывал себя другими отраслыми знаниями, философией, очень много культуры интересовался в последние годы и привлекал к церкви следованиями. Мы с ним обсуждали вопрос о значении тюм, мы понимали, что миссия университета московского является фундаментальной основой образования. Мы понимали, что в основе этого фундамента лежит теория. Но мы также понимали, что ни одна наука не обладает монополией для теории. Теоретические потенциалы пространства существуют для любой потратственной специальной экономической науки. И в самом зените славы по пути этого университета конкурентным преимуществом всех дисциплин и секторов правдений была их теоретичность, это их отличало. Вот я хотел бы ответить именно на это. Он занимался чиновией в широком структуре. Вторая особенность, конечно, это его трудолюбие и трудоспособность. Кроме того, надо сказать, что он был эффективным, за что он не врался всегда, потому что достигал существенных результатов. С ним было очень комфортно работать. Он никогда не перекладывал на другую работу. Наоборот, сам поддерживал своего, скажем, а это даже патента, не говоря уже о тех, кто сам участвует с ним, поэтам. И, конечно, заменить отворчину это неким. Но я хотел бы дополнить слова Андрея Полданова, которые говорили, что и половине все достается лет. Я думаю, не только Андрей Иванович, но и каждый из нас считает себя его заранее. Возьмет на себя часть труда, в соответствии с силами и компетенциями, и дело, которым он служил, будет нами поддержано. И еще то, что мы можем для него сейчас сделать, но еще мы будем его помнить. Память, ну и будет, значит, светлая память. Спасибо. Спасибо огромное. К микрофону приглашается Филимонова Татьяна Ивановна, кандидата исторических наук, заведующая Гумом Галюханова Российской национальной библиотеки в городе Санкт-Петербург. Я начну с небольшого исправления. Дело в том, что Александр Владимирович Кузгалин перезал к Абриханову, который расположен в Владимиринграде. С Александром Владимировичем Кузгалином мы приговором познакомились где-то в начале 2000-х годов. Одна из наших конференций привлекла внимание коллег Александра Владимировича по общественному движению «Антернатива», и с тех пор наши деловые творческие отношения и человеческие отношения, профессиональные отношения не прекращаются. Последний раз по телефону я разговаривала с Александром Владимировичем, я позвонила 1 октября, для того, чтобы договориться, поговорить в итогах конференции, которые у Абриханова готовы вместе с Центром современных фактических исследований. и сектором политических проблем и философии, и суток философии РАН. И эта конференция была посвящена 140-летию со дня образования группы «Освобождение труда». Мы обсуждали роль этой группы в общественном движении России и истории общественной мысли. К сожалению, Александр Владимирович сам не смог принять участие, и поэтому 1 октября мы как раз беседуем об итогах этой конференции, и Александр Владимирович предложил писать наиболее интересные доклады в журнале «Актернатива». И вот как раз это была последняя беседа с Александром Владимировичем. Александр Владимирович принимал большое участие в нашей работе. действующие с 2013 года дискуссионный клуб «Российский национальный библиотек», который проходит в дороге «Актернатива». Дважды на двух семинарах выступал Александр Владимирович. Сначала его оппонентом выступал Михаил Васильевич Паков. И это нашел очень большой опыт не только в нашем городе, не только среди специалистов в области социальной философии, но и среди очень молодых, подвижных общественных, общественных, обывающих общественных движений. Когда я узнала об этом событии и сказала об этом своим коллегам, вы знаете, первый вопрос, который они мне задали, и он разучал, наверное, риторически. А кто продолжит эту работу? Кто будет ее исполнять дальше? Потому что то, что делал Александр Владимирович, просто не поддается писанию. Например, вот с Дома Приханова, работая с Домом Прихановым, он участвовал в организации наших Прихановских чтений. Мы с САКО совместно издавали книгу Георгий Валентинович Приханов и Владимир Ильич Рябин в серии «Русский максизм». «Сборный мир научных трудов». То есть все это перечислять можно будет очень долго, и за всем этим стоит совершенно конкретный человек, у которого была работа в Московском государственном университете, в юридической академии, в государственной думе, где еще нет. Поэтому, наверное, я повторюсь в свет за тем, кто сегодня уже говорил, все-таки незаменимых людей нет. Их нет просто. Человек вообще незаменим. А ярких людей заменить просто невозможно. Единственное, что мы можем сделать, в память о нем, и в память о нем продолжить эту работу, и делать еще больше. Спасибо большое, Александр Владимирович, за дружбу и совместную научную работу. Спасибо, Татьяна Ивановна. В своей речи вы упомянули журнал «Альтернатива», с которым сотрудничал Александр Владимирович. И вот в следующем у нас выступит кандидат экономических наук, заместитель главного редактора журнала «Альтернатива» Сорокин Андрей Александрович. Александр Владимирович. «Альтернатива» 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 Ну, к сожалению, если человек может вести, так сказать, его сердце уже не удерживает. Потому что это очень грустное, очень грустное событие, что сам на свете своих вещественных, политических, научных человек может. Я хотел бы обратиться к жене, к другим. Это должно быть ее жить, но надо держаться. Потому что Александр Владимирович был очень надеялся, надеялся, что жена его свободы бежит. Спасибо огромное. Слово предоставляется кандидату экономических наук, ученику Александру Владимировичу Глебу Андреевичу Маскову. Пожалуйста. Десять лет назад, в 2012 году, я стесняюсь к Александру Владимировичу с просьбой стать моим научным руководителем в инфраструктуре. Я тогда представить себе не мог, какой интересный путь нас вместе ждет в науке, в общественной деятельности. Я ему обязан и в формировании своих научных материалов, и во многом и в обленческих. Все ученики подтвердят, что Александр Владимирович был не просто научным руководителем, педагогом, он был и воспитателем. Он всегда старался, чтобы его ученики стали не просто профессионалами, но и имеют большой опыт. К сожалению, многое удалось сделать, что мы вместе программировали, но я могу сказать коротко, что, наверное, самый главный урок, который нам всем дал Александр Владимирович, в Европе, в Европе, в Европе, в Европе и в Европе, в Европе, в Европе и в Европе. И в Европе того, что нам надо жить потом. Нужно жить сейчас, нужно управлять свою активную позицию регулярно. И, собственно, долг нашего поколения действительно продолжить его наследие. Тем более, что у нас в науке имеется определенный географический разрыв. Т.е. за старшим поколением, а следующих поколений будет не подостаточно. И дальше уже идет наше поколение молодежи. И, соответственно, получается, что для нам надо, что называется, идти с места карьеры. И вот такие непростые времена тратят себе самые эффективные роли в преподавании, в пути, в целом, в образовании. И, как я сказал, наш долг – достоинство сделать эту работу, что мы обязательно сделаем. Спасибо огромное за эти прекрасные слова. Слово предоставляется кандидату экономических налогов ученице и ближайшему помощнику Александру Владимировичу Борошковой Ольге Владимировне. Пожалуйста. Друзья, карьеры. Сегодня очень мало было сказано. И сколько ни говорится, оно невозможно охватить все пространство этой деятельности, которое очень активно был инициатором и участвовал в увлекавании многих людей Александра Владимировича. Мне бы хотелось вспомнить о том, что еще в юности Александр Владимирович выписывал из книги «Сэнтезю перед планетами людей» некоторые цитаты. И одна из этих цитат была в том, что человек – это сеть связей его с окружающим миром и с его товарищами, которые просто делают свое дело, даже не задумываясь о своих каких-то особых качествах, но именно вот эти силовые линии, которые создаются в этом взаимодействии, они держат человека реликимой силой, энергией, делать то, что должно, то, что максимально возможно, и преобразовывать этот мир. И интересное созвучие через десятилетия то, что я тоже эту фразу в своей записной книге когда-то записала. И мы с Александром Владимировичем таким удивительным образом пересеклись, встретились. И это большое счастье, большая честь и ответственность иметь возможность столько с ним работать, иметь возможность вносить свою вкладку в ту волшебную деятельность, в какие-то ее направления, которые, по которым был Александр Владимирович. И один из недавних курсов, который мы вместе читали и который инициировал Александр Владимирович, был курс про общество будущего. И вот именно это общество будущего Александр Владимирович всей своей деятельностью постоянно созидал. Элементы этого общества, где человек, человеческие качества, развитие человека – это главные цели. И он максимально своей деятельностью старается содействовать тому, чтобы такое общество создавать. И наша честь, наша ответственность – это продолжать эту деятельность. И мы будем ее продолжать постойчиво, пламенно, неиспощимо. И быть достойными той величайшей счастья и радости быть вместе с Александром Владимировичем. И иметь возможность вырасти вот в этой совместной деятельности. Сотворчество – это одно из понятий, которыми жил Александр Владимирович, и которые все, кто с ним взаимодействует, постоянно ощущали. Сотворчество – увлечение в диалог, в субъект, в субъектное общение. И вот еще невозможно сказать обо всем, о чем хотелось, но вот Александр Владимирович – это мощный источник света. Очень мощный. И сейчас вот того источника света, которым он был, вот у нас не станет. Но при этом этот источник света, он непременно зажигал искры в душе, в сердце, в уме каждого, кто с ним взаимодействовал. Взаимодействовал в различности. Взаимодействовал в различности. Тем не менее, все мы несем в себе эти искры этого источника. И вот как раз в совместной деятельности, в сотворчестве мы сможем нести этот источник света дальше. И как раз ощущать те силовые линии, которые и позволяют действовать, жить и воплощать в своей деятельности те высокие цели, идеалы, которые постоянно, каждый день и каждую минуту Александр Владимирович в своей деятельности воплощал. И передавал вот эту вот искру, энтузиазм и опыт своим ученикам. Это огромное счастье быть учеником и иметь возможность столько вместе взаимодействовать. Спасибо. Теплые слова памяти также хочет сказать кандидат экономических наук, ученица Александра Владимировича Степанова Тамара Дмитриевна. Пожалуйста. Александр Владимирович был моим научным руководителем своей первой курсовой в Украине и уже до защиты кандидатской диссертации. И такая моя вредность одному человеку не просто так, потому что он умел удивительно влиять на студентов. И вообще мне кажется большой легкостью, что учеником и научным руководителем связывали не какие-то сухие формальные отношения, а товарищеские или даже с ними ходить и дружеские. Вы не представляете, сколько за эти годы было звонков с его стороны, советов, которые в настоящем у вас, которые вернули вам жизнь, и я сейчас не о науке. Но он влиял не только на своих учеников. Он очень мило оборачивал в каждую лекцию, в каждый семинар слова высокие морали. И что и удивительно, это не были какие-то скучные, занудные слова, которые называли бы раздражением студентов. Это были слова, которые проникали в любопытные души и заставляли задавать очень сложные вопросы и о науке, и о жизни, и потом искать на них ответ. Таким образом, вокруг него оставался довольно большой круг молодежи, и многие из их учеников, все мы, нашли в этом круг у своих товарищей и друзей. У нас есть обязательные публикации, мы все уже понемножку преподаем, в том числе политэкономию, и в этом его огромное заслуга. Когда в нашей стране наступали, а это происходило с завидным постоянством документа и легкие времена, он нам всегда говорил, делай то, что должен, и пусть что будет. И самое удивительное, что он всегда сам очень стойко следовало своим словам, нельзя его прикрутить обратно. И, наверное, самое лучшее, что мы можем сделать в памяти, это все придерживается этого принципа. Неважно, из каких мы динамических штук, каких мы взгляды. Всех, кто был с ним нужен, кто любил его, всех, наверное, связывает одно желание менять этот мир к лучшему. Я надеюсь, все мы постараемся делать это без его задов, без его слов. Просто подхватим эту энергию и понесем дальше. Спасибо большое, Александр Владимирович. Спасибо, что нам у нас научили. Спасибо огромное. К микрофону приглашается кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра современных гуманностических исследований и философского факультета НГУ Абдулов Рафаэль Энвардович. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня человечество стало на одну голову и притом самое значительное. Известное выражение передвигать Муглиса на хронах Маркса. И я хочу сказать, что сегодня я начинаю только осознавать, какая величина, Александр Владимирович, глыба, скала и какая справедливость. Я являюсь учеником Александра Владимировича и моя история занятна вотчем. Вот именно в этих стенах, если не познакомиться, я пришел на межфакультетский курс послушать лекцию Александра Владимировича, который узнал случайно. И чтобы у нас тут с корпусками какая-то была чехарна, я не мог пойти в здание и решился позвонить самому профессору Александру Владимировичу. Он вывезел, договорился с охранами, меня отпустили, меня поразило профессор. И какое отношение к человеку с улицы, который пришел послушать лекцию? Ну, казалось бы. И вот как-то вот приходя, посещая эти лекции, я и стал меняться. Я стал другим человеком. И позже мы кружились с Александром Владимировичем. Я работал с ними вот на Центре субменно-марсистских исследований, работали на конференциях и много каких проектах. Я хочу сказать, что Александр Владимирович, он не ушел. Он с нами. Мы будем развивать его идеи. Мы будем спорить с ним, как он этого желал. Мы будем продолжать эти идеи. Александр Владимирович, вы бессмертный. И не только пока мы живем и являемся носителем этих идей. Нет, мы будем распространять эти идеи. Мы продолжим ваше дело. Мы не отступим. Ведь сама история на нашей стороне. Спасибо вам, Александр Владимирович, за все. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Вы совершенно точно отметили, что человек жив до тех пор, пока жива память о нем. В этом смысле, Александр Владимирович, уже бессмертен. Слово предоставляется заместителю директора Института экономики Российской академии наук, доктору экономических наук Музычу Валентине Юрьевне. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что Александр Владимирович дорог не только экономическому фунтету Московского университета, он дорог и Институту экономики Российской академии наук. На самом деле, несмотря на то, что он не был непосредственно и работал в Институте экономики рано, но он очень много сделал. Он очень часто появлялся в Институте экономики. Его коллеги, его ученики работают в Институте экономики. Дело в том, что помимо экономической теории, мы сегодня уже тоже в своих выступлениях говорили о том, что Александр Владимирович очень интересовался социальной проблематикой. Экономика культуры, экономика образования, экономика здравоохранения. Вот весь этот пласт социально значимых отраслей, то есть экономическая теория этого сектора, его тоже очень миновала. Поэтому, конечно, я очень надеюсь, что в нашем Институте, так как работают его ученики, последователи, единомышленники, мы, безусловно, продолжим именно эту линию научных исследований. И сегодня тоже уже вспоминали Экзюпери, Антуан говорит Экзюпери, у него есть такая фраза. В человеке я люблю свет. Толщина свечи меня не волнует. Пламя скажет мне, хороша ли свеча. Вот от того, сколько людей сегодня пришло проститься с Александром Владимировичем, от того, сколько слов было сказано о нем, я прекрасно понимаю, каково это пламя свечи. И эта свеча будет гореть. Спасибо огромное. Повторно к микрофону приглашается доктор экономических наук, декан экономического факультета ЛГУ Александр Александрович Николозов. Уважаемые друзья, коллеги, я должен исполнить поручение ректора Академии Садовничева. Мы с Виктором Антоновичем говорили уже в те трудные дни, когда я сам один же был в больнице. Я позвонил, когда пришла страшная весть, Виктором Антонович вспоминал многочисленные встречи с Виктором Владимировичем и просил. Он искал возможности присоединиться к нам, но такой возможности не случилось. Он просил от него поклониться Александра Владимировича и прислал венок от ректора Московского университета. Спасибо огромное, уважаемые коллеги. Список выступающих, записавшихся, заранее подошел к концу. Огромное спасибо всем, кто выступил. Сейчас, если кто-то из вас желает также подойти к микрофону и почтить память Александра Владимировича, можно это сделать. Пожалуйста. Пожалуйста, представьтесь. Я представляю нашу историю, его сейчас называют, Еминоград, которому уже выступал Илья Ивановна Филингова. И хочу больше сказать. Сегодня в выступлениях армитива, дорогого Сергна Александра Владимировича, мне напоминалась одна сторона, очень важная, его деятельность. Это общественно-политическая деятельность в масштабах не только нашей страны и Европы, но и мира. Александр Владимирович был одним из организаторов и членов оргкомитетов всех трех всемирных социальных форумов. Он был также руководителем, можно так назвать, оргкомитетов шести европейских социальных форумов, которые проходили во Флоренции, в Париже, в Лондоне, в Мальмах, в Афинах, в Стамбуле и везде, во всех этих городах. Александра Владимировича приветствовали, как представителя прогрессивной России. И это очень важно. Кроме того, в российские социальные форумы, там его организационное участие не то, что не оспоримое, понятно, но оно было определяюще в успехе этих важных событий. Поэтому Ленинград, как и вся страна, все те люди, которые занят научной и общественно-политической работой, прекрасно знают вклад Александра Владимировича в эту общественно-политическую жизнь нашей страны, Европы и мира. Ну и хочу, что я представляю здесь правление Союза ученых Санкт-Петербурга, с которой я вхожу и придаю сопоязывание всем присутствующим и, в первую очередь, отсутствующим здесь фильме Алисиевны. Всего доброго всем! И эта страсть сопровождала на всю его жизнь. Я молни-ка в одной из первых его работала, в любом, мне очень понравилось одно положение этой работы. Я ему сказала об этом, что вот мне кажется, вот здесь мы нашли очень цель, вот это вот глубокое проникновение жизни. И он мне сказал, я когда это придумал, я стыкал на одной ноге, вокруг стола раз в десять. Вот это была молодость его. И он остался таким молодым всю свою жизнь. И он ушел от нас таким молодым. И вот эта молодость его выражалась в том, что он стал новатором во всех областях науки. Экономической и биологической части, включая философскую основу. Об этом здесь говорилось очень много. Я хочу сказать, что он был новатором не только в науке, но и в реализационных каких-то моментах, а также в преподавании. Он много читал разных спецсеминаров, спецкурсов на разные темы. У него было чувство, вот это чувство молодое чувство, это чувство новаторства. Поэтому он всегда был новатором. С первых человеческих дней и до последних. Ну и как всякий новатор, он, надо так сказать, только открытие легко не осуществляется. И он часто приходил слышать критику, справедливую и несправедливую, серьезную и несерьезную. Я помню его защиту к кандидатской диссертации. И вот так критиковали, критиковали его преподаватели. Очень опытные, мудрые, знающие, как нам был творческий потенциал. Очень большой, как для политической экономики, на которой, экономия, на которой работают. Я видела, с таким стаизмом, он эту критику выдержит. На защите докторства, на защите кандидатской даже я бы выдержала. Я подошла к нему и шепнула. Не сдавай действительно во всем справедливо. А он выдержал. Он всегда эту критику выдерживает. И вот это новаторство его было продуктивным, потому что у него была другая сторона. Это новаторство опиралось на прочный фундамент. Он со студенческих лет придерживался марксистской теории, леонидской теории и всю свою жизнь осветил в ее развитии. Я думаю, что у него в этой деятельности есть безусловные достижения и безусловный вклад. И это вклад его в нашу науку. Жаль, что он ушел и покинул нас таким молодым. Я хочу еще отметить одну черту его, чисто человеческую. Он был невероятно добрым человеком. Он помогал всем, кому можно. Он не щетил своих жизней. Его энергия творческая была столь велика, что объемы деятельности были почти безгонечны. Я не понимала, как он этого держит. Более того, все последние годы, когда я встречалась с ним на конференциях, я все время ему говорила. Берегите себя, берегите себя, берегите себя. Потому что я понимала, что долго такой масштаб работы не выдержит человеческий организм. Я даже как-то позвонила его супруге и попросила ее насильно ограничивать его деятельность. Но, по-видимому, это было невозможно. Вот так он и ушел от нас. На пике своей деятельности, своих, так сказать, неисчерпанных возможностей, к сожалению, преимущественных. И поэтому память о нем останется и в науке, и в наших сердцах, и в речи. Ну, не буду подробно рассказывать, по каким направлениям мы пересекались с Александром Владимировичем. Ну, в общем, были хорошо знакомы, вот, начиная с артистской платформы, от многих здоровых мистического движения и так далее. Вот. Но я сегодня, он был и ученым, и теоретиком, и философом, и практиком, что очень тоже важно. И об этом все-таки очень много говорили. Я совсем о другой стороне его работы хотела бы сказать. Вот в то время, когда случилась беда в вашей стране, представитель, не слишком давности, а коммунисты всего мира, в общем-то, были в некоторой, может быть, растерянности. И буржуазные режимы их старались, пытались их убедить, что все окончено с вашей идеологией. В общем, мир должен идти другим, а по нашему, предположим, пониманию, загнивающим путем. Но вот вдруг из именно нашей территории, из территории советской страны, вытянулись контакты, вытянулись мысли, идеи от наших людей, которые несу прежде, ну, в том числе и прежде всего, может, Александр Владимирович, устанавливая контакты со многими зарубежными коммунистическими организациями, обмениваясь с ними теоретическими посылами, проводя встречи, проводя международные конференции, как бы подсказывая им, что на самом деле наша идеология не только жива, но она продолжает развиваться, она требует своего распространения во всему миру. И вдохновляли вот этих его работ, вдохновляли этих ученых, работать с моих стран, обнести, пропагандировать самую прогрессивную человеческую деятельность, в которой так нуждается сегодня мир, и, в общем, укрепляться в собственном своем назначении, сражаться определенным историческим оптимизмом. Сегодня, когда эта беда случилась, а это действительно беда, как наш товарищ сказал, мы потеряли большую, у нас большая потеря на нашем фронте. Но сегодня, так же, как здесь вспоминают Александра Владимировича, многие люди, которые с ним преподавали, обучались у него и так далее, также сегодня с горечью о постучившемся, будут вспоминать и будут вспоминать его коллеги, вот эти коллеги за рубежом, ученые других стран, ученые, несущие в миру ту же самую идеологию, за которой отдал всю свою энергию и жизнь Александр Владимирович. И это особенно необходимо сегодня, когда нынешний, действительно уже загнивающийся буржуазный мир, загнивающий буржуазный мир, показывает свою неспособность и свою угрозу всему человечеству. Это мы видим сегодня в развивающихся, проходящих событиях ежедневно, ежечасно. И только именно победа тех детей, которые нес вместе с большинством присутствующих Александр Владимирович в обществе, в том числе, нес ее не только внутри нашей страны, но и через коллег-ученых, а все мир, а все человечество, вот только все это не сможет спасти действительно планету от гибели, что уж там говорить. А этому, вот я подчеркиваю, это значение работы Александра Владимировича, и это еще один повод, с одной стороны, сожалеть, с другой о ее ходе, с другой стороны, выразиться огромной благодарностью за то, что он им делал. Спасибо. 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 Я Василан Сеевнов. Выпуск экономического факультета генеральной политканомии 1994 года. Ну, нам, нашему выпуску повезло, у нас был великолепный, великолепный для наших преподавателей, но Александра Владимировича мы выделяли особенно и уважали по-особенному. Смотря на то, что, ну, на мой взгляд, и по-прежнему, такое ощущение, что он был у нас старше всего какие-то несколько лет, и я сейчас осознаю, что разница в образе несколько больше, но вел он себя, он общался с нами практически как правительство. Навременно уважение к нему было самое, что есть, серьезное. В этом имени, псевдониме можно сказать, это уважение и любовь. Уважение он называл своей преподавательской работой, своей теоретической работой. И то, что доказывал, что, ну, во-первых, доказал своей жизнью, своим трудом, что никакая даже самая законозавелая, самая монументальная наука не может быть, не может оставаться мертвым. То есть всякую науку следует, всякую теорию следует тратиковать и следует развивать. Он одновременно показал, что любая теория, даже самая умная, самая мудрая мертва, если ее не критикуют, если ее не развивают, если ее не адаптируют под современные реалии. Ну и хочу еще заметить то, что его усилия по популяризации и по развитию марсийской теории пришлись, как раз, на то время, когда это было, мягко говоря, не очень модно. Это сейчас, в общем, ну, во многих слоях и во многих странах марсийская теория набирает популярность и становится модным. А тогда это было, может быть, даже не только не модным, это даже было в некоторой степени и опасным. Поэтому от этого к нему уважения еще больше. Я повторю здесь то, что уже говорили до меня, полностью согласен с тем, что человек жив до тех пор, пока мы о нем помним, пока жива память о нем. Александр Владимирович, по-моему, для этого сделал очень много. Спасибо большое, Александр Владимирович. Дмитрий Федоров, беспартийный социалист, член Совета Молодежного движения, Молодежный инвестиций современного социализма. Это смешно, потому что мне всегда я борода, но я вот был в сегодняшнем составе Совета и единственное нам из тех, кто вместе с Бузгалином в 96-м году начинал этот проект. Но я хочу сказать по-другому, я хочу сказать, что Александр Владимирович был человеком будущего, не то, что потому, что он про это будущее писал. Очень многие люди называют себя коммунистами, талантливыми пишут про коммунизм, являются талантливыми учебными и благородными людьми, но очень немногие являются олицетворением этого прекрасного будущего, очень немногие, говоря словами Черкешевского, Александр Владимирович – это новый человек, вот и заработает, что делать. Я понимаю это так. Стремятся привнести в нашу действительность, в наше настоящее, столько, сколько можно привнести в будущем. И это выливалось совершенно уникальное его отношение и к обществу, и к государству, к товарищам, к науке, к работе и так далее. И вот его такая гиберактивность, о которой сейчас очень многие говорили сегодня, она на самом деле сыграла ключевую, ключевую историческую роль сыграла в жизни нашей страны. Несколько раз, ну хотя бы два примера. Немного, что уже Наталья Олеговна говорил. Октябрь девяносто девятьего года. Расстрел Дома Советов. Погибло очень много людей. Комендантские части, замечательное положение. Часть активистов в тюрьме, часть эмиграции, часть боятся нос высунуть. Вот. Кто встает вообще во главе правозащитного движения? Не традиционные правозащитники. Встает Пускалин с небольшой югорской товарищей. И вот Пускалин объединяет вот как раз и традиционных правозащитников, в том числе и правых, и левых, и ультралевых. И вот, начиная вот с этой самой, казалось бы, правозащитной, и деятельности, деятельности по восстановлению доброго имени погибших, вообще их судьбы и так далее, исторически как-то еще. Она выливается в политический день. Второй пример. Начало первой Чеченской войны. Конец 94-го года. Прошло несколько эмиграции. Что делать дальше? Никто не знает. Это уже Координационный центр. Кто встает во главе этого? Опять-таки Пускалин с Кучкой. Но эта Кучка оказалась могучей Кучкой. И она, если кто-то, сумела объединить усилия и вот родовых либералов, с, скажем так, правого крыла мемориала и аналогов коммунистов. И всех, кто вот в этом спектре между ними находился. Ну, а пример с марксистской платформой. Ее невозможно представить на Спускальне. А левое движение в нашей стране, оно, в общем-то, даже на 50, даже больше, чем на 50 процентов. На 70, наверное, процентов родилось из марксистской платформы. Что касается моего личного отношения. Я могу сказать, что я потерял, конечно, общего физического человека. Далее мне пальцы в одной руке хватит, чтобы вот этих людей перечислить. Это страшная утрата. Но я счастлив, потому что 28 лет. Мы, конечно, и раньше были знакомы на 28 лет максимум с ним взаимания и история. И подчас ежедневно. Вот. И это было невероятно здорово. Спасибо, Александр Владимирович. Мы вас всегда будем помнить, ведь нас всегда будет тяжело. Я знал Александра Владимировича непродолжительное время, но я думаю, что я мог бы описать его по своему личному впечатлению одной лишь фразой. Человек, который подарил будущее. Подарил будущее не только мне, отправившее у меня в удивительное путешествие по миру политической экономии, теории социализма, но и в целом будущее, которое ожидает всех нас. Я думаю, что сейчас он бы тоже хотел, чтобы все размышляли о том, как бы мы пришли к этому будущему, которое он желал, которому он долгал таких, как я, которые сейчас стоят здесь, в этом зале. Этот человек, который подарил будущее всему миру своими книгами, своими статьями, выступлениями, да и в целом своим существованием. Я помню, как он пришел в мой университет и на семинар преподавателем кафедры. И я туда затесался чисто ради интереса. Ну, увидев молодое лицо среди преподавателей, соответственно, он меня пригласил к себе на межфакультетские курсы. И я каждый раз, сидя на лавочке входов на факультет философский, ждал этого, можно сказать, добродушного дедушку, который проведет через пост охраны и дальше поведет в мир знаний, которые он мог легко и увлекательно изложить. И, чтобы, так сказать, не задерживать дальше церемонии, я бы хотел сказать следующее. Пускай он не умер, он растворился в будущем, и он будет дальше толкать на это, на построение нашего будущего, на следующем карьере. Спасибо. Спасибо огромное. На этом выступлении коллег мы прерываем. Огромное спасибо всем, кто вышли, сказали цовные слова памяти и добавили образу этого замечательного человека, дополнительные штрихи, чтобы мы помнили его во всей его полноте и многогранности. Как я уже упоминал, со всего мира приходят письма, телеграммы от всевозможных организаций. У нас, к сожалению, не осталось времени их зачитать. Вы поверьте, их сотни и не осталось ни одной, наверное, крупной организации, ни одной страны, из которой бы эти письма, эта горечь не прилетела. Также сегодня, к сожалению, ближайший друг товарища жена Александра Владимировича, Людмила Алексеевна Улавкина-Бузгарина, не смогла присутствовать на прощании, но она просила передать ее слова, которые зачитает Яковлева Наталья Геннадьевна. Дорогие коллеги, взрослые и молодые, зная о сегодняшней Вашей встрече, я позволила себе предложить, в знак ее завершения, послушать одно из любимых произведений Александра Владимировича. Вообще, музыка для него всегда была насущной потребностью, как свежий воздух. Но это произведение особое, имея в виду Увертюру Исаака Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранда», который очень высоко от Светлана Шестаковича. Для Александра Владимировича это музыка коммунизма, понимаемая его как пространство культуры, в которой всеобщность вырождена одним родом беспокойства – «Человека о человеке». И действительно, в этом фильме его герои ищут потерявшегося отца мальчика. Вот почему здесь такое мощное, энергое движение в сторону человека, наполненное тревогой, трагедией и счастьем. И на развитии этого вектора движения в сторону человека Александр Владимирович как раз и положил все свои жизненные силы из остатков. В этом состояла его суть, его высокого служения науке, которая в неразрывной связи с миром культуры как раз и породила тот дух его научной методологии, который я назвала «Мацартианством марксизма». Поэтому я могу с полным основанием сказать, что эту кувердюру «Нарестова» – это музыка игра моего дорогого Александра. «Мацартианством марксизма» «Мацартианством марксизма» «Нарестова» «Нарестова» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА